Донор России Я подумала, если такой человек, который живет, видно, может это делать, почему не могу делать я? И вот сейчас, на протяжении двух лет, я прихожу сюда и, мне кажется, спасаю чью-то жизнь. Желающие принять участие в дне донора должны придерживаться определенных правил. Накануне легкий ужин, а в день сдачи крови – небольшой завтрак. За 48 часов исключить спиртные напитки. Многие приходят сюда инкогнито из скромности. Но бывают и другие случаи. Юлия Евсеевой сдавать кровь не разрешает муж. Хотя среди его родственников были доноры. Считает, что это очень вредно. Почему? Ну, почему-то боится, что упадет резкий гемоглобин, и я буду плохо себя чувствовать, не разрешает. Это, в общем-то, не так уж и вредно для организма, а даже наоборот. Полностью согласна с этим. И есть пример бабушки моего мужа, которая была почетным донором СССР и умерла в 92 года. В начале 2018 года отделение переливания крови в Видновской больнице реформировали. И теперь это всего лишь кабинет. Здесь выполняют только распределительные функции. А работу с донорами осуществляет выездная бригада Московской областной станции переливания крови. В прошлом году день донора также проходил 27 марта. Тогда 36 человек изъявили желание сдать кровь. У четырех из них были выявлены противопоказания к процедуре. Остальные 32 человека сдали каждые по 450 миллилитров крови. И это десятки спасенных жизней. В этом году желающих принять участие в дне донора оказалось больше. Всего пришло 43 человека. Сдали кровь 36. Семерым по состоянию здоровья было отказано. Врачи отмечают, что многие руководители, особенно в коммерческих организациях, не отпускают работников на сдачу крови, чтобы не предоставлять два дня отгулов, положенных по закону. Люди не совсем понимают. Бывает так, что когда человек с этим сталкивается, некоторые работодатели, которым приходилось помогать своим родственникам, и когда они столкнулись с проблемой крови, вот тогда они стали понимать и отпускать своих сотрудников. Я хочу, чтобы вот эта мысль дошла до всех, что кровь требуется в экстренных случаях. Медики напоминают, мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырех. Следующий приезд «Видная» бригады Московской областной станции переливания крови состоится 30 мая. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. «Видное ТВ». Продолжение следует... Продолжение следует...